Я очень рада вас приветствовать у себя на первой моей школе. Дайте, пожалуйста, обратную связь, чтобы я вас увидела. Слышите вы меня или нет? Как меня слышно? Спасибо. Думаю, у вас у всех сегодня будет хорошее настроение. Я специально поставила этот видеоклип для того, чтобы немножечко вас настроить на то, что наш бизнес, он очень легкий и очень хороший, он дает много эмоций. Значит, с чего бы мне хотелось начать? Я бы хотела с вами сегодня поделиться теми знаниями и теми навыками и умениями, которые я брела за время работы в интернет-бизнесе. Я буду сегодня говорить самые простые элементарные вещи, которые вы уже не однажды слышали. И я хочу от вас, чтобы вы не только слушали меня сегодня, но и слышали. Потому что много вещей, о которых я буду говорить, это обычные вещи. Мы ежедневно с ними сталкиваемся и просто их не делаем. Хотя мы о них все прекрасно все знаем. Значит, тема нашей сегодняшней школы – это работа с холодными контактами в сетях. Первое, что вы должны сделать после того, как вы зарегистрировались в нашей компании, после того, как вы зарегистрировались в системе Caradvars Automatic, я рекомендую вам и вашим новым партнерам прослушивать школы наших спонсоров – Ольге и Николая. Я рекомендую первым делом выделять по одному часу в день на то, чтобы прослушать их в школе. Для чего это нужно? Для того, чтобы более глубоко понять и пропитаться этим проектом. Эти школы дадут вам понимание и вдохновение. Я хочу, чтобы вы понимали, что без глубокого понимания и глубокого вдохновения вам будет очень сложно в самом себе понять то, что вы знаете, что в этом проекте люди будут зарабатывать. Это одно из основополагающих, так сказать, это основа всего. То есть вы должны, приходя в этот проект, вы должны быть уверены, прежде чем начать приглашать людей, и вы должны быть уверены, что этот проект и этот бизнес, он будет давать и вам, и вашим людям деньги. Значит, начинаем работать. Работа на холодном рынке. Важно понимать, что в социальные сети все люди приходят общаться. Я это буду повторять сегодня неоднократно, и я хочу, чтобы вы меня услышали. Я думаю, что в социальные сети все люди приходят. Сейчас интернет наполнен большим количеством информации. И сегодня предлагается огромное количество различных проектов, среди которых человеку очень трудно выбрать что-то достойное. Люди забрасывают друг друга ссылками. Услышьте меня, забрасывают друг друга ссылками. Лично я никогда не просматриваю сброшенные мне ссылки. Я их просто не открываю. Поданная таким образом информация, она местная и бесполезна. Это касается ссылок, которые отправляются конкретному человеку. Это может быть его почтовый ящик, это могут быть его страницы в соцсетях, в скайпе. Я хочу, чтобы для того, чтобы это поглубже понять, давайте нарисуем с вами картинку. У вас, допустим, хорошее, отличное настроение. Вы сидите на остановочке и ждете автобус. Подъезжает автобус, из него начинают выходить люди. Много людей. Автобус полный. И каждый человек, который выходит из автобуса, дает вам в руки ссылочку. Вот представьте такую ситуацию. Вы стоите, и каждый, кто выходит из автобуса, говорит, вы ссылочку возьмите. Выходите в этот автобус, а у вас в руках много этих ссылочек. Они уже выпадают у вас из рук. И тут шофер вместо дружеского приветствия, кивка головой, говорит вам в ссылочку, не желаете? Ну, естественно, у вас резко портится настроение, и вы уже сожалеете о том, что зашли в этот автобус. Вы уже забыли, куда вы собирались ехать, и зачем вам это было нужно. Вы уже никого и ни о чем не хотите ни слушать, ни слышать. А теперь давайте перенесем все то, что я вам рассказала, на ситуацию в интернете. Вот представьте себе, человек заходит к себе на страничку, у него хорошее настроение, а тут на тебе ссылочки, и он вообще не знает, что с ними делать, зачем они мне нужны, это его вопросы. Он не понимает, я же не просил. Вот такая реакция человека на спам. Такие ссылочки в таком исполнении называются спамом. Совсем другое дело, когда человек открывает свою страничку, а у него там милый смайлик с улыбочкой, или букет цветов, или комплимент. Это могут быть комментарии к его статьям или к фото, и доброе предложение стать другом. Человек с удовольствием идет на контакт. В этом случае он готов уже с вами дружить и поддерживать отношения. Именно за этим он пришел в социальную сеть. Я еще раз вам хочу повторить, что все люди приходят в социальные сети общаться. Как это выглядит на практике? Не имеет значения, в какой социальной сети вы будете это делать. Может быть, это будет контакт, одноклассники, фейсбук. Сейчас очень много различных хороших соцсетей, где можно работать и где можно приглашать людей, где можно находить на себе партнеров. Начнем с того, что вы выбрали, допустим, какого-то человека. Он вам понравился по фотографии, или, может быть, вам его имя понравилось, или каким-то другим образом, может быть, он сделал вам предложение о дружбе. Вы заходите к этому человеку на страничку, внимательно изучите ее, прокрутите ее сверху вниз, посмотрите, чем живет человек, чем он интересуется, есть ли у него бизнес в интернете, есть ли у вас какие-то точки соприкосновения. Поставьте на этой страничке ай-эму. Что вы этим сделаете? Вы сделаете человеку комплимент, вы оцените его мысли, вы оцените его работу, фотографии. Всем людям приятно, когда им делают комплименты. Я вот, например, первым делом, когда захожу на свои странички в социальных сетях, быстрее смотрю, за какой, например, пост или за какую фотографию мне поставили лайки. То есть мне это поднимает настроение, мне приятно это. И я с хорошим настроением уже дальше, у меня хороший день, мою работу оценили. Мне это нравится, мне это приятно. Дальше, что мы делаем следующим шагом? Мы пишем приветственное сообщение. Как пишутся такие приветственные сообщения? Здравствуйте, Татьяна. Татьяна, здравствуйте. Лучше Татьяна ставить. Обязательно ставим смайлик. Буду рада видеть вас у себя в друзьях. Вот когда вы написали такое сообщение, вы можете еще здесь цветочек подставить. Обязательно обратите внимание, что я ставлю смайлики. Здравствуйте, Татьяна. Я улыбаюсь. Я делаю знак о том, что я хороший, добрый человек, и я с хорошими намерениями к вам иду. И после того, как вы написали такое сообщение, только после этого нажмите кнопку «Пригласить в друзья» или кнопочку «Добавить в друзья». Советую вам заготовить различные картинки. Ну, это могут быть букеты с цветами для женщин, улыбчивые смайлики. Можете подобрать красивую музыку или клип. То, что будет приятно человеку после того, как он вас добавил в друзья. Отправьте в знак ему дружбы вот этот букет или вот эту музыку, или вот этот клип со словами «Я рад знакомства» и опять просто улыбнитесь. Что это дает? Человек, которому вы отправляете такое дружественное послание, он понимает, что вы к нему без подвоха. И такой комплимент может стать поводом для того, чтобы начать беседу. Значит, я советую вам не только женщинам, не только мужчинам, значит, женщинам отправлять цветы, да. Ну, и женщина-женщине тоже может делать небольшой подарок в качестве букета. Ну, допустим, вот я приготовила гербер, я вот очень люблю гербер. Я могу начать диалог таким образом. Отправив вот этот букет, я напишу, что я рада знакомству с вами, улыбнусь. Человек принимает и обязательно мне напишем «Спасибо, Евгения, я тоже очень рада». И я могу сказать «А вы любите герберы?» То есть я могу начать разговор. Может быть, это будут розы, может быть, это будут фиалки, может быть, это может быть все, что угодно. Или я могу поставить красивую музыку и спросить «Вам нравится эта музыка?» Или «Вы любите такую музыку?» Или «Какую музыку вы любите?» То есть вам надо найти повод для беседы. Всегда берите инициативу в свои руки, ведите диалог. Вы сами должны задать тему так, чтобы у вас появился повод рассказать о себе. Вот то, что я сейчас прочитала, это очень важно. Я делаю это таким образом, завожу диалог с людьми и переворачиваю тему так, чтобы у вас был повод рассказать о себе. Я не рассказываю о бизнесе, я не рассказываю о том, какой классный проект. Я рассказываю о том, как мне хорошо в этом бизнесе. Как я понимаю этот проект, что мне дает этот проект. Я вот здесь приготовила небольшой пример. У меня есть замечательный партнер Ирина Сорокина. И вот наша с ней беседа. Я сразу хочу разбирать это, чтобы вы понимали, как это вообще выглядит на практике. Ирина, здравствуйте. Я отправляю ей цветочек. Рада видеть вас у себя в друзьях. Ирина, кстати, первая меня добавила, поэтому у меня сообщение немножечко вот такого вот характера. Здравствуйте, Евгения. Взаимно. Она мне тоже улыбается. Я зашла к ней на страничку, просмотрела, пробежала и посмотрела, что у Ирины было несколько бизнесов. И последний, который вот меня заинтересовал, это была социальная сеть «Твой авто». И я почувствовала, что я могу с ней завести разговор, отталкиваясь от ее бизнеса. Я задаю ей вопрос. «Твой авто раздеваете? Я тоже там зарегистрирована. На регионального представителя заявку подавала. Пригласили. Меня не устроили условия». Ирина мне отвечает. «Серьезно? Еще не работала. В группах в социальных сетях делаю приглашения. Заходят медленно». Что вот здесь вот у нас произошло? Значит, я человеку рассказала немножко о себе. Рассказала, что я тоже занималась этим бизнесом. У нас есть общие точки соприкосновения. Я ее немножечко к себе расположила. Ирина что мне пишет? «Серьезно? Еще не работала. В группах в соцсетях делаю приглашения. Заходят медленно». Ирина рассказывает о том, что я вижу здесь, что ей это особо не интересно, потому что люди заходят медленно, процесса нету, значит, денег нету. То есть я читаю между строк. Люди всегда, когда пишут, они пишут некоторые строки бессознательно, но они, между строк, у них можно прочитать очень глубокие мысли. На что я отвечаю? Я даже не святываться не хочу. Я понимаю, что деньги здесь будут не скоро и не большие. То есть я ее сомнения сейчас усугубила. Вот этим коротким предложением я эти сомнения ее усугубила. Я в другом направлении работаю. Золото, Банк Англии. Людям ничего объяснять не надо. Сами заходят. У меня за две недели команда 88 человек. Проект очень денежный. Класс. Мне нравится. Вот здесь я рассказала не о нашем бизнесе. Я рассказала о том, что я сейчас делаю и как мне это нравится. Вот. Через час Ирина была у меня в скайпе. Мы вышли на трешку с Олей. Переговорили. Оля еще раз сделала Ирине комплимент. И теперь у меня есть правая рука. Ирина Сорокина. Она у меня стоит в правой ноге. Я ее поэтому называю своей правой рукой. Следующие, значит, я еще хочу с вами разобрать. Такой небольшой, значит, диалог, который у меня состоялся с Татьяной. Мне здесь плохо видно. Таня тоже пригласила первая меня в друзья. И сразу отвечаю я ей и говорю, Танечка, рада вас видеть у себя в друзьях. Цветок. Спасибо, Женечка. То есть она подхватывает мою тему ласкового, доброго отношения человека к человеку. Недавно в бизнесе спрашиваю я. В интернете приблизительно год работала в Телексе. То есть уже здесь я читаю, что она работала уже в интернете, в интернет-бизнесе. У нее есть какой-то опыт. Работала в Телексе. То есть в Телексе мы знаем, у нас есть такие с вами сведения, что Телекс распался и человек остался без работы. Почему я это спрашиваю? Я увидела, что страничка незакомнена, поэтому спрашиваю. И она мне начинает уже рассказывать. И уже охота со мной пообщаться. И еще один в одной команде работала. Они обе банкроты. Я ей отвечаю, что я знаю, что Телекс не работает. И жаль. Пишу жаль. То есть я сожалею и поддерживаю ее в том, что у нее сейчас не работает бизнес. Человеку очень важно иметь какую-то поддержку. Человек пришел в социальную сеть для того, чтобы пообщаться, о бизнесе вести беседу. Мы просто познакомились. Давайте посмотрим, как развивается событие дальше. Я пригласила туда наших друзей, родственников. Я не работала по холодным контактам. То есть она мне дальше продолжает жаловаться. И я совсем не заработали. Танечка, давайте я сделаю вам отличное предложение. Вы про каратбар слышали? Вот я сейчас в этот момент ей делаю предложение. Когда она совсем уже, в общем-то, раскизла, я ей делаю отличное предложение. Я подчеркиваю, что это предложение очень хорошее. Вы про каратбар слышали? Нет. Сколько всяких предложений и разочарований у меня лично. Причем она это пишет отдельными сообщениями. Вы вот можете видеть. Нет. Сколько всяких предложений и разочарований у меня. То есть она это добавляет с горечью, с болью, с разочарованием. Я ее опять поддерживала. Я вас понимаю. Вам просто не повезло. Я иду всегда за людьми, которые имеют имя в интернете. У меня было всего три проекта. Один первый, как вы понимаете, неудачный в плане заработка. Но зато я там познакомилась с отличными людьми, с которыми до сих пор работаю. Что я вот здесь сделала? Я сейчас сделала промоушен своим спонсором. Я человеку дала понять, что я работаю с надежными людьми в нормальном, хорошем проекте. То есть я уже, у меня третий проект, я пишу, да, и я работаю с одними и теми же людьми. То есть люди меня не бросают. Второй проект у меня был типа телекса, инструменты в интернете. Я его тоже не бросаю. И вот сейчас классный, денежный, новый проект. Опять я делаю проект, как бы рассказываю про себя и немножко делаю промоушен своему проекту. Не даю никаких ссылок. Я прошу обратить ваше внимание на то, что я не даю никаких ссылок. Ни в диалоге с Ириной, ни в ссылок пока нет. И дальше скрипт. Я использую тот скрипт, который давала нам Оля. Все мы его знаем. Он у нас у всех есть. То есть компания месяц как зашла на русскоязычный рынок, хотя ей почти 4 года, имеет официальную регистрацию торговой палаты Германии, работает с Банком Англии, производство золота в Турции собственной. Ни одного слова не исправила. Есть смысл разобраться. Хотя она начинает это интересовать. Сколько вы работаете в интернете? И тут дальше, значит, Танечка, я хочу, чтобы вы понимали, я приглашаю в бизнес много людей, особенно тех, кому не повезло в других проектах. Потому что этот проект, как реабилитация, он доказывает, что в интернете при правильных действиях можно очень хорошо зарабатывать. Опять же, смотрите, я даю промоушен вот этому проекту и говорю, что для тех людей, которым не повезло, то есть для тех людей, как Татьяна, этот проект, как реабилитация, он денежный. Я говорю это уверенно, я говорю это четко. И этот проект, он уже доказывает, что в интернете, и опять же я подчеркиваю, что при правильных действиях можно очень хорошо зарабатывать. Таня пишет, не буду отказываться, умница, отвечаю я, я гарантирую, вы не пожалеете. Опять я утвердительно ей говорю, вы не пожалеете, и дарю ей опять цветочек. Вот эти вот цветочки, вот эти вот смайлики, это путь к вашим добрым отношениям, не забывайте, пожалуйста, про них. И я ей даю ролик Николая, и опять я делаю промоушен Николаю. Посмотрите ролик. Николай Лобанов это мой друг и спонсор. Он и его жена Ольга замечательные люди, которые помогают в своей структуре строить бизнес. И опять напоминаю о том, что в этом бизнесе Таня не останется одна, она будет в серьезной компании, где не только я, спонсор, буду ей помогать, но и мои спонсоры, Ольга и Николай Лобанов, будут ей строить этот бизнес. Татьяна пишет, не смотрю. Окей. Я ее не торопила, Татьяна посмотрела, мне понравилось, что надо делать. Все, у нас есть с вами еще один партнер. Ситуация может сложиться немножечко по-другому. Я вот сюда не поставила, я не смогу вам показать браузер, почему-то у меня не открывается. Но Оля, я думаю, меня простит. Я немножечко покажу, как она меня, ну расскажу, как меня Ольга приглашала в проект. Она тоже наша сейчас партнер. Она просто мне написала сообщение и пишет, здравствуйте, Евгения, это Ольга, у меня к вам важная информация. Здравствуйте, Ольга, я ставлю смайлик и цветочек. Ну давайте пообщаемся, я улыбаюсь, не отказываюсь ни от чего. То есть человек ко мне пришел с предложением. Вы должны тоже таких людей не бояться, не откидывать этих людей. Неизвестно, как обернется для вас этот диалог. Но сначала вопрос. Она улыбается, то есть она тоже опытный человек в интернете. Она умеет, использует вот эти вот все навыки, которым я вам сейчас учу. Вас интересует зарабатывать в интернет без вложений? Оленька, я работаю в интернете и, конечно, мне интересны проекты, в которых люди хорошо зарабатывают. Я улыбаюсь. То есть я ей даю возможность высказать, говорю о том, что я открыта к общению, давайте мы с вами посмотрим. Она мне пишет, меня тоже интересуют денежные проекты. Вы знаете, Абрамович даже в тяжелые времена имел 17 источников дохода. Посмотрите этот короткий ролик и напишите, что вам понравилось. Я, естественно, посмотрела этот ролик, соглашаюсь с ней и пишу, хорошо, спасибо. Я зашла, я посмотрела, мне действительно понравилась информация. И я пишу Оле, но у меня в подсознании пригласить ее в наш бизнес, у меня в подсознании рассказать ей о том, какой у нас классный проект. Мне, когда я работаю в интернете, да, со своими людьми, и я прочувствовала этот, и это единственный мой первый проект, которым мне легко приглашать людей. А легко почему? Потому что я знаю, у меня есть знание того, что в этом проекте любой человек, который придет, он обязательно заработает. Это очень важно. И это знание у меня вложено вовнутрь меня. И я не боюсь делать людям предложения. Вот если у меня в других проектах были какие-то сомнения, если я мучилась, если я не могла, я садилась за компьютер, я знала, что мне надо что-то делать, а у меня не делалось. Не делалось потому, что во мне сидели сомнения. Вот для того, чтобы у вас этих сомнений не было, вот я начала с того, что вы должны посмотреть и прослушивать несколько раз школы Ольги и Николая. Вот для того, чтобы развеять вот эти сомнения, для того, чтобы в вас вложилось вот это знание того, что проект классный, прочувствуйте его, поймите его. И тогда вам будет легко приглашать людей. Вы будете знать, что люди сюда придут и люди, которых вы пригласили, они обязательно в этом проекте заработают. Так, значит, я посмотрела ролик. И я ей пишу, Оля, спасибо, я посмотрела, интересно, я подумаю, опять я улыбаюсь. А хотите, я вам сделаю предложение? Вы про каратбар слышали? Опять все по тексту, которому давала Оля. Вы про каратбар слышали? То есть это скрипт. Оля у меня отвечает, если ролик короткий, посмотрю с удовольствием. Я ей скидываю ролик «Семь причин» Николая и говорю, что Оля и Николай, это мой товарищ и наставник. И ставлю смайлики. Окей, посмотрю и напишу отзыв. Хорошо, спасибо, на этом как бы мы немножечко расстались. Оля, смотрите, что мне пишет. Посмотрела, но как-то не прониклась. Возможно, когда у меня появятся деньги для инвестиций, я еще раз ознакомлюсь с информацией. То есть она мне здесь сделала отказ. Она уже приняла для себя решение, что она сюда заходить не будет. Ей может быть, типа, то есть я ей отказала, и она отказывает мне. Такая ситуация вполне возможна. Здесь главное, как говорится, не сдаваться. И вот здесь мы можем использовать ту важную информацию, которая и возможность, которая у нас есть. У нас есть возможность регистрироваться бесплатно в нашем проекте. Это классная возможность для человека. И я ей пишу, Оль, а вы не откладывайте. У нас есть замечательная возможность зарегистрироваться бесплатно. Вы просто встанете в структуру, у вас будет место. Я активно работаю, много приглашаю, всем своим людям делаю перелив. Глядишь к тому моменту, как вы созреете, у вас уже целая структура будет. Как вам? Оля пишет. Я посмотрю вечером ролики о вашем маркетинге и дам знать, и отправляет мне цветок. Хорошо, хорошо, на этом мы расстались. Через день Оля мне пишет. Женя, если я зарегистрируюсь, то какой максимальный срок живет моя регистрация без проплаты? То есть человек уже принял для себя решение. Олечка будет регистрироваться, и у нее возник уже интерес, и тот промоушен, который я делала в беседе, он на нее положительно, так скажем, повлиял. Даже если человек заходит к вам на бесплатный аккаунт, это уже большой плюс. Не бойтесь регистрировать людей на бесплатные аккаунты. Значит, что мы делаем, когда человек регистрируется на бесплатный аккаунт? Во-первых, у нас появляется новый человек в структуре. Это видят вышестоящие наши, значит, люди, под которого человек, значит, стоит. Мы уже сделали перелив. Уже приятно, первое. Второе. Человека мы вводим в наш чат. Человек начинает проникаться этой информацией. Оля мне сразу сказала, что Женя, пока я не пропитаюсь, пока я не просмотрю, не проникнусь этим проектом, я работать не буду. На сегодня, Оля, у меня активный, хороший партнер. Очень я довольна, что Оля к нам зашла. Оля, большое спасибо тебе, что ты к нам зашла и что ты сейчас у меня в партнерах. Так, дальше. Вот немножечко мы с вами поразбирались. Теперь я хочу обратить ваше внимание на то, что ссылка на презентацию дается в самый последний момент. Только после того, как вы создали промоушен проекту и интригу. Лучше всего ссылку давать после трешки с Николаем и Ольгой. Трешка – это трехсторонний разговор, на котором спонсор создает еще большую заинтересованность и дает рекомендации о просмотре презентации и другой информации. После первой трешки даем презентацию. То есть вы, ребята, не должны забывать, что у нас есть замечательные с вами спонсоры. Ольга и Николай – это те люди, которые выстраивали огромные структуры. Трешки, вот эти трешки многие из вас игнорируют, боятся. Или там, я не знаю, может быть, они не умеют выводить человека на трешки. Я сейчас пару слов об этом тоже скажу. Но вот это делать необходимо. Не забывайте, что у нас есть такие люди, которые нам помогают еще больше создать интригу, еще больше заинтересовать потенциального партнера в этом проекте. И после их рекомендаций люди, как правило, смотрят вот эту вот презентацию. Значит, для... Ой, извините. После просмотра презентации... Просмотра презентации вам нужно... Почему же он у него не получается? Так, после просмотра презентации вам нужно связать человека опять со спонсорами и вывести их на Ольгу с Николаем для того, чтобы... Ну, почему-то он у него не работает. Для того, чтобы закрыть сделку. Что такое закрыть сделку? Значит, после этого разговора со спонсорами, когда человек посмотрел уже презентацию, Ольга и Николай проводят, значит, с ними дополнительную беседу. И человек после этой трешки, он, как правило, делает положи... делает... принимает положительное решение. Вот это очень важно понимать, что после второй трешки человек, как правило, принимает положительное решение. Что я бы еще хотела сказать? Что наш проект настолько вот он удивительный, что вторая трешка, она может и не понадобиться. Почему? Ну, потому что, как правило, вот у меня по презентацию ролик Николая «Семь причин», почему-то у них не возникает возражения. Вот вторая трешка, она нужна для того, чтобы убрать вот эти, развеять вот эти сомнения человека, если вот по поводу, знаете, пирамиды или лохотрон, или еще что-то. Люди, как обычно, да, в других проектах, они вот настроены, и они начинают вот это вот все рассказывать. И человек, который новенький, он не может развеять сомнения человека по поводу того, что проект, допустим, нелегальный, или это пирамида. Оля и Николай, они это делать умеют и делают это здорово. Вот. Значит, как выводить человека на трехсторонний разговор? Ну, вот я пользуюсь вот такими, значит, выражениями. Вы не будете против, если я вас сейчас познакомлю со своими спонсорами. Они одни из первых в России зашли в этот проект и заработали за первый месяц 7 тысяч долларов. Это вот сейчас, после того, как вышел этот ролик. Или можно рассказать таким образом, пригласить человека на трешку таким образом. Я вам показывала ролик с Николаем Лобановым. Давайте я вас сейчас сразу и познакомлю. Вы не против? Старайтесь говорить нормальным человеческим языком. Вот нет необходимости записывать вот какие-то стандартные выражения. Говорите с людьми так, как будто бы вы хотели, чтобы говорили с вами. Относитесь к людям так, как бы вы хотели, чтобы относились к вам. Люди лучше воспринимают и понимают обычный человеческий язык. Так, вот еще предыдущий, значит, слайд. Я хотела бы остановиться на нем. Итак, вот алгоритм действий, наших действий при работе в соцсетях. Значит, первое, знакомство. Вспоминаем, о чем я говорила. Мы обязательно делаем, значит, комплимент человеку, ставим смайлики, дарим цветы и делаем предложение к дружбе. Второе, значит, когда вы пишете, что вы рады знакомства, вы делаете обязательно приятный какой-то подарок, да. То есть мы разговаривали об этом. Либо это будет музыка, либо это будет букет цветов. Все, что угодно. Может быть, это открытка какая-то будет. Все, что вам нравится. Вот делайте такие подарки, которые нравятся вам. Я думаю, что люди это обязательно оценят. Дальше. Заходим на страничку к своему потенциальному партнеру и просматриваем эту страничку. Выискиваем тему для разговора. Ищите тему. На страничке есть тема для разговора. Вы увидите либо хорошую машину, либо вы увидите какой-то бизнес, либо вы поймете, что человек был, допустим, там в трехсемерках или в Телексфри, и этой компании больше нет, и человек остался без дохода. То есть вы должны понимать, вы должны немножечко прочувствовать, с каким человеком вам предстоит общаться. Дальше. Всегда в диалоге поддерживайте человека, соглашайтесь с его мнением. Не спорьте. Вот человек говорит, ой, да я, у меня есть свой проект, там, он у меня гораздо лучше, чем ваш. А вы скажите, классно, классно. Мне вот тоже бы хотелось, чтобы я всегда могла сказать о своем проекте, что мой проект лучше всех. Я, вы знаете, скажу вам об этом. А знаете почему? А потому что мы работаем с золотом. А потому что мы работаем с Банком Англии. То есть вот эти вот слова, вот эти вот фразы, которые нам давала Оля, вы их можете всегда вставить в какую-то речь, в какой-то диалог, и у вас, и вывернуть ситуацию так, как вам нужно. Вы любую ситуацию можете вывернуть так, чтобы человек заинтересовался. Вот этими фразами, которые, да, допустим, золото, банка Англии, да, вы даете всегда промоушен проекту, вы человеку в голову вкладываете то, что те основополагающие вещи, которые его заинтересуют, зажгут в нем интригу, разожгут в нем интерес. Ну, то есть, и вот еще раз повторюсь, поворачивайте разговор так, чтобы у вас была возможность рассказать о себе. И как можно больше рассказывайте вот в этом диалоге о себе, как вы себя чувствуете в этом проекте, что он вам дает, сколько вы зарабатываете. Если вы, допустим, совершенно новичок, вы пришли в этот проект, и у вас нет ни копеечки, вы еще ничего не заработали, и у вас еще нет никакого там, допустим, ни одного человека в структуре, я бы порекомендовала вам сделать следующее. Я бы делала промоушен Ольге и Николаю или спонсором. Вы знаете, вот, допустим, таким вот образом, а вы знаете, а меня сегодня пригласили, или вот меня на этой неделе пригласили в такой классный проект, в Каратбар слышали, там слышал или не слышал, вы знаете, я так долго сомневалась, и не знаю, расскажите о себе, что вы сомневались, расскажите о себе. Вот, например, я так долго сомневалась, да, и не знала, и не могла принять решение, но вот меня познакомили с Ольгой и с Николаем Лобановым, это такие замечательные люди, они 14 лет в интернете работают, у них было всего 4 проекта, расскажите о них, сделайте им промоушен. Вы знаете, я сначала боялась с ними общаться, а вот вышла с ними на разговор, и оказывается, такой классный проект, меня так тепло встретили, сделайте промоушен Николаю и Ольге. И тогда человек, когда вы будете с ним разговаривать вот таким простым, нормальным человеческим языком, он обязательно вам повернется, его заинтересует это. Дело в том, что в интернете очень много проектов, и очень много людей приходят, и они остаются брошены, никому не нужны. Вроде бы как бы и команда есть, вроде бы как бы и обучение есть, но человек, он тыкается, мыкается, и вот он не знает, с чего начать. Я вот даже знаю, больше чем уверена, что каждый из вас садится перед компьютером, открывает какую-нибудь страничку, и замерзает. Он не знает, с чего начать, как написать, с какой вообще, с чего, как подходить к этому вопросу. Поэтому вот я посчитала своим долгом с вами сейчас вот этими, своими навыками поделиться. Ну, в общем-то, вот на этом, наверное, и все. Если у вас есть, ребят, какие-то вопросы, вы вот сейчас напишите мне, пожалуйста, может быть, мы с вами поговорим. Я вот вообще предлагаю сделать следующим образом. Смотрите. Вот я хочу делать школы свои для новичков, для тех людей, которые никогда не работали в интернете, которые вот мне вот написали, например, сегодня, для меня пригласить два человека, это очень сложно. Мне кажется, я никогда этого не сделала. Вот для таких людей, вот давайте будем делать, я вот наношу предложение, и мне это не трудно, и я буду стараться это делать. Вот такие какие-то небольшие школы, на которых мы будем с вами прям практиковаться. Если вам нужно сделать канал на YouTube, напишите. Если вам нужно попробовать потренироваться, писать вот такие вот сообщения, о которых мы сегодня говорили, давайте попробуем составить несколько таких вот приглашений в наш бизнес. Если у кого-то были какие-то трудности, и диалог повернулся в другую сторону, не в ту, в которую вы хотели, зафиксируйте вот этот диалог, приходите на наши школы, и мы будем их разбирать. Почему у вас так получилось? Я хочу, чтобы у вас в сознании щелкнуло понимание, как надо это делать, чтобы вы не боялись общаться с людьми, чтобы вы в один прекрасный момент написали сообщение, вам ответили, и вы, ах, вот как это делается, чтобы до вас дошло вот это, что это не трудно. Это всего лишь навсего общение в интернете, это всего лишь навсего теплые взаимоотношения с людьми. Я еще раз вам хочу сказать, что относитесь к людям так, как вы хотели бы, чтобы к вам относились. И пишите людям те слова, которые вы бы прочитали сами, которые вы бы впустили бы в себя. Пишите так, просто пишите, не надо наворотов, заворотов и всего остального. Не отправляйте грубо, тупо просто ссылки, вы так будете просто терять людей. Я работаю так. Я захожу, допустим, в контакт, и я приглашаю, просматриваю страничку, во-первых, принимаю тех людей, которые пришли ко мне, добавляются в друзья, и сама добавляю примерно 10 человек. Больше я лично не добавляю. И я вот в день прорабатываю вот эти 10 человек. Кто-то, кстати, я хочу вам сказать, что не все люди будут относиться к вашим приглашениям и даже вот в таком формате, ну, как сказать, положительно. Будут люди такие, которые достаточно агрессивные. Ну, допустим, вот совершенно недавно меня, ну, то есть как бы задело и вывело немножко из колеи, но я об этом очень хорошо отменяю, вы смели, то есть как бы за то, что я рассказала, я честно рассказала, сколько я заработала, сколько у меня в структуре человек, да, меня вы смели. Но это не проблема, понимаете? Это один человек, вот, из, допустим, из ста, с которыми я поработала. И если на это обращать внимание, то как бы, ну, вообще, ну, не имеет смысла. Если бы я от этого раскисла, то, значит, я бы отказалась от своей мечты, от своего бизнеса и, значит, сложила ручки и ножки, пошла бы, заплакала и, ну, в общем, ничего хорошего бы из этого не вышло. То есть поддерживайте сами себя и поддерживайте людей, с которыми вы общаетесь. Ну, вот, вот таким вот образом. Давайте я сейчас почитаю, что у нас в чате. Так. Ну, что, я попросила и забыла сделать запись. Спасибо за поддержку, ребята. Мне так приятно, что вы меня поддерживаете. Огромное вам спасибо. Мне, конечно, перед тем, как вот проводить эту школу, мне было очень тяжко, в последние полчаса особенно. Но я думаю, справилась, не знаю. Я постаралась донести до вас то, что вот чувствую я и то, что мне очень бы хотелось вам передать. Так, вот пишет, Михаил пишет, я уже работаю по вашей схеме, очень хорошо. Дальше. Все просто, понятно, ясно. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо. Такие поздравления. Большое спасибо вам. Женя, молодец, спасибо. А как вы добавляете друзей? Вы знаете, вот, допустим, если мы зайдем в ВКонтакт, ВКонтакт, там есть наверху кнопочка «Люди». Там можно выбрать любую страну, там можно выбрать пол, там можно выбрать, значит, для тех, у кого нет нашей программы «Инсошел». «Инсошел», он как бы работает на автомате, а вот для людей, у которых нет вот этой программы, вот ВКонтакте, допустим, как работать, наверху у нас на нашей страничке есть вкладочка «Люди». Я вот на эту вкладочку «Люди», допустим, нажимаю и выбираю страну, которая мне интересна, это может быть Россия, Украина, Казахстан, любая страна. Дальше я выбираю пол, беру фотографии обязательно, беру людей обязательно с фотографиями. Вот я сейчас ставлю возраст от 35 лет. Почему я это делаю? Потому что у нас проект серьезный, он требует, ну, как бы, вложения, но я не скажу, что это самый дорогой проект, это вообще недорогой проект, вот судя по тому, что, который проект я видела, смотрела, который предлагают, даже среди вот проектов, которые работают с золотом, вот три, наш проект вообще смешно, ну, как бы вообще недорогой. Вот. И я выбираю людей порядка от 35 лет. Дальше я вот все выбрала, посмотрела фотографию, посмотрела, пробежала про странички, нету там, значит, порно, нету там, секса, там, ну, таких вот вещей, которые, ну, как грубо говоря, и, значит, и если я вижу, что человек адекватный, если у него в порядке все, как бы, как говорится, по моей оценке с головой, я вот работаю вот по этой схеме, которую я вам рассказала. Так. Какими соцсетями я работаю? Так, я работаю, значит, в Одноклассниках, я работаю в Фейсбуке, и я работаю ВКонтакте. Еще у нас есть замечательная сеть GlobalShark, там вообще люди не разбалованные бизнесом, там вообще легко работать. Ну, и там они, друзья, добавляются, как, я даже не знаю, как горох сыпется к вам. То есть там есть и иностранцы, и русские люди, и украинцы, и казахи, и русскоговорящие люди, которые живут за границей. Они расположены, все они друг другу ставят лайки, и вот эта вот сеть очень неплохая. Я думаю, что на ней тоже можно работать. Сколько аккаунтов вы создали? Вы знаете, ребят, вот у меня вот тоже был такой вопрос от моего партнера. Вот я его понимаю. То есть он мне задает вопрос, Женя, вы работаете со своего аккаунта? Я сказала, что я работаю со своего. У меня в Одноклассниках только свой аккаунт, и Одноклассники у меня, как бы страничка такая более домашняя, я там меньше говорю о бизнесе. А вот Facebook и ВКонтакте, и ВКонтакте, это мои рабочие как бы страницы, и я на них работаю от своего имени. То есть, ребят, поймите, у меня сейчас на 100% я уверена в том, что я работаю в лучшем проекте. Я уверена, я знаю это. Я знаю, что здесь заработают люди. Я этого не боюсь, мне не надо прятаться. Конечно, если вообще рекомендовано, заводите несколько аккаунтов. Ну и аккаунты эти не должны быть под псевдонимами. Ставьте свое имя, ставьте свою фотографию, позиционируйте себя. Так, есть ли у меня свой сайт или страничка? Нет, у меня нет как бы своего сайта. Своего сайта у меня нет. Так, что еще? Еще я хотела сказать, что... Так, одну секундочку. GlobalShare. Женя, повторите, пожалуйста, название «Новые соцсети». GlobalShare, она так и называется. Так, не клюют. Кто не клюют? Сергей, кто не клюет? На что не клюют? На что Сергей не клюют? Наверное, на такую методику. Надо... Давайте разберем на следующей школе те, значит, ваши диалоги, на которые не клюют. Будем смотреть, где мы сделали что неправильно, в какую сторону отклонились, где поставили как-то не так слова. То есть, смотрите, ребят, я еще советую вам очень хорошо, внимательно, осознанно писать каждое слово. То есть, вот то, что я вам сейчас рассказала, вообще в этом нет ничего особенного. Но вы должны, вот как мы с вами разбирали, вот эти диалоги, которыми я работала, да, вы должны между строк читать и вкладывать смысл вот в эти слова, которые вы пишете. Вы должны осознавать, что вы делаете. Не просто написали, о, там просто отправили скрипт, но вы должны подвести к этому скрипту человека так, чтобы вот этот скрипт, он вписался в вашу речь, вписался в ваш диалог. Таким вот образом. Так, дальше. На GlobalShare. Я бы так не сказала, Сережа. У меня, как бы, вот за это время работы, у меня в 50, почти 50 человек зашло. Ну, аффилированных лиц 61 человек. То есть, это пригласила я, и люди мои уже начинают приглашать. Я с каждым, со своим человеком работаю, вот, и каждому говорю, и работаю вот по этой схеме. И каждому говорила, и говорю, и не буду уставать говорить и повторять вот это вот все. Перекладывайте все на себя. Делайте так, поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Таким вот образом. Так, что еще у нас есть? Да, если на страничке нет сведений о бизнесе, делайте ему предложение. Да, я могу сделать предложение, если о бизнесе нет. То есть, я ему делаю по такому, ну, поговорили, здравствуйте, здравствуйте, поздоровались, смайликами обменялись, завожу любую тему для разговора. Может быть, это будет какое-то его выражение, пост. Может быть, у человека это будет какая-то машина классная. Или еще что-то. То есть, у вас там на картинке такая классная машина, мне понравилась, я там лайк поставил, допустим, да. Хотите такую, например, можно спросить. А я вот сейчас работаю в таком проекте, в котором можно заработать на такую машину. То есть, это один, как один из вариантов. Вы про карабар слышали? То есть, у нас есть волшебная фраза, которая кто-то говорит, слышал, кто-то не слышал. Но люди, как правило, отвечают, пока, пока отвечают. Ребята, я вам делаю акцент на то, пока отвечают, что они этого еще не слышали. Вот. Конечно, я, если я вижу, что у человека нет сведений о бизнесе, я все равно ему делаю предложение. Ребята, поймите, нам прежде всего надо с человеком подружиться. Вот мне, например, не нужны просто люди в моей команде. Мне нужны люди, которые будут мне друзьями, с которыми я смогу на которых положиться, с которыми я смогу строить бизнес. И я вам рассказываю, я прежде всего приобретаю вот таким образом человека, мало того, что партнера, но и друга. И я надеюсь, что я для всех своих партнеров, вот которые ко мне зашли, с которыми мы познакомились в соцсетях, я пытаюсь быть хорошим товарищем. И люди ко мне относятся точно так же. Все очень, ну, я не знаю, я ни об одном не пожелела человеке, который зашел ко мне в бизнес. Итак, мы, наверное, уже задерживаемся, люди начали выходить потихонечку. Ну, примерно из десяти человек у меня два-три заходят в проект. Я считаю, что это хороший результат. При выборе человека выбираешь сетевика. Звук пропал. Сейчас слышите меня? Слышите, да? Ну, все, спасибо. Ну, я думаю, что мы будем на этом заканчивать. Большое всем спасибо. Я думаю, что моя речь была вам полезна. Я желаю всем удачи. И я вас прошу, давайте в чате обозначим какие-то темы, которые вам интересны, и что вы не знаете, в чем вам нужна помощь. Давайте будем по этим темам потихонечку-потихонечку делать какие-то школы. Всем большое спасибо. Очень рада была, что вы ко мне пришли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!